МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Актуальное интервью в студии Ольга Руссул. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня российский художник, писатель, поэт, журналист, автор, исполнитель песен Александр Макаренков. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, расскажите, какими судьбами вы оказались сегодня в Наринмаре? В Наринмаре я оказался вчера. И судьба приводит меня сюда, наверное, уже четвертый или пятый раз, благодаря друзьям, благодаря клубу авторской песни, который есть в Наринмаре. И, слава богу, в следующем году, насколько я помню, они будут отмечать юбилей. Это вот очень все просто, оказывается. Друзья позвонили, говорят, мы соскучились, я взял под козырек и полетел. Замечательные у вас друзья. Александр, скажите, вы такая разносторонняя личность, да? Так много у вас занятий, увлечений. А какое из них самое любимое? Что вы любите больше всего? Писательскую деятельность, журналистскую, художественную, музыкальную? Что самое? Это называется задать вопрос на засыпку. Или дать немому слово. Потому что я не могу сказать, что самое главное. Хотя, вот я себя помню где-то с четырех с половиной лет, я все время рисовал. Рисовал, вот меня приводили с детского садика, я садился. И я ужинать не начинал ребеночком, пока альбом, который мне приготовили, не заканчивался. Что рисовал, не знаю, не помню. Но я все время рисовал, рисовал, рисовал. Наверное, это первостепенная какая-то вот эта штука, первый посыл к тому, чтобы заниматься искусством вообще. А все остальное, оно как-то в жизни стало наслаиваться потихонечку. Лет 14, ну, захотелось девчонкам нравиться. Я взял, начал учиться играть на гитаре. Потом, много лет спустя, после окончания школы и института, я встретил одноклассницу. И она говорит, а ты же помнишь, ты стихи с детства писал? А я не помню, что я их писал. Но если говорят, нужно верить, значит, какие-то там следы детские остались. Вот таким образом стихи образовались и стали укладываться на музыку. Позже немножко пришло, просто желание какое-то возникло рассказать одну из своих историй жизненных. И таким образом первые рассказы появились. И вот одно за другим так и догоняет всю жизнь и подгоняет. А как художник вы работаете в каком жанре, что вы делаете? Как художник я работаю в иллюстрации. Около сотни книжек я уже проиллюстрировал. Разных абсолютно, причем даже есть в сборник фантастики. Детские книжки я не очень люблю, хотя сделал несколько штук. Потому что те, которые я бы хотел проиллюстрировать, они уже сделаны другими художниками и сделаны потрясающе. А хочется свое что-то такое изобретать. Но иногда, когда предлагают детскую книжку сделать, внутренний цензор такой сидит и он смотрит на то, есть ли образность в этих произведениях. И я еще не нахожу, я просто отказываюсь и не делаю этого. Хотя Андерсона, когда я сделал из трех сказок, мне кажется, ни одна не очень. Вот только «Домовой улавочника», наверное, более-менее известен. А, скажем, «День переезда» — это совершенно взрослая сказка. Там очень сложные сказки Андерсона, на самом деле. Да, да. Просто даже те, которые для детей, они достаточно сложные для восприятия, кроме популярных вот этих сказок, остальные очень. Ну да. Когда-то одни из первых книжек, это был «Джек Лондон», «Сердца трех», как раз в то время, когда сняли фильм, вдруг оно параллельно возникло. А потом собрание сочинений Бориса Васильева, которое свело вместе нас с писателем, автором героических, знаменитых и, мне кажется, не умирающих произведений. «Азорий здесь тихий» в списках не значился. «Завтра была война». И я отказывался поначалу, когда мне предложили. Я говорю, где Васильев и кто я? Но редактор и директор издательства, Геннадий Самович Меркин, он говорит, ну а что, издательство Смоленское, писатель родился в Смоленске, и смоленином себя считает, и будет художник Смоленский. И я с дрожащими руками, первыми рисуночками поехал знакомиться к Борису Львовичу. И так вот, с начала 90-х, до их ухода, мы и жили друг с другом, душа в душу. А свои книги Вы тоже сами иллюстрируете или Ваше произведение иллюстрирует кто-то другой? Что Вы вообще пишете? Сколько книг уже написано? Ну, книг больше десятка написано. В основном-то я их сам рисую, но есть чудный совершенно художник в городе Орск, живет Витя Семдянов, который, читая рассказы однажды, слушай, дай почитать что-то нового. Я ему на электронку сбросил несколько рассказов. Он мне присылает рисунки. Я говорю, Витя, ну я не планировал. А мне захотелось нарисовать. И таким образом получилась книжка. Потом, спустя какое-то время, спустя, наверное, да, лет 10, он все рисовал, он не может остановиться, а я, как настоящий графоман, я не могу не писать. И вот сложилась буквально в этом году вышедшая книжка рассказов «Часы без стрелок», которая, книга, которую нельзя прочитать до конца. То есть ее можно прочитать до середины, потом необходимо перевернуть и читать сначала опять. Потому что с одной стороны рисунки автора, а с другой стороны рисунки Орского художника. О чем вы пишете вообще? В какой области вы работаете? Я даже не знаю, как это назвать-то. Вы знаете, когда Борис Львович Васильев первые рассказы прочитал, он сказал, Сашенька, я не знаю, как это называется. Потому что это не новеллы, это не эссе, это и не рассказы. Это нечто стилистически такое интересное, у чего названия нет. Но если ты так будешь продолжать, то это будет очень здорово. И я вот пытаюсь продолжать в том же ключе. Это, в первую очередь, для меня важен нормальный русский язык в классическом его понимании. И человеческие переживания, проживания, которые происходят с любым человеком. И с моими героями, в частности, они происходят. Вот для меня важны эти вещи. Об этом хочется рассказать. Какие сюжеты для своих книг? Что это? Ну, сюжеты — это вообще отдельная вещь. Потому что есть рассказ, который называется «Черепичная крыша». Ну, несколько рассказов в Сербии изданы, переведены во Франции. И, вот скажем, в крыше черепичной главный герой — это крыша. Черепичная крыша, наполненная чувствами, дыханиями. Запахами, цветами, красками. И об этом всем рассказать. О переживаниях вот этой крыши, как она живет много-много лет и будет еще жить наверняка. К примеру. Вот такая, да. А «Трисагузка на перилах» роман — это роман о русском писателе. Вот как раз главный герой — Борис Львович Васильев. Только там одна буква убрана из фамилии. Он становится Василевым писателем. Потому что в жизни Бориса Львовича было очень много моментов, которые... Вы знаете, писатель, когда живет долгую жизнь, он начинает себя сравнивать где-то и отождествлять с героями своих произведений. И бывали моменты, когда уже вот за 80 ему стукнуло, мы разговариваем, и вдруг он начинает рассказывать что-то такое, что, в общем-то, думаю, откуда это? Я это откуда-то уже знаю. А оказывается, это из его какой-нибудь книжки он, ну, перепутал и вот эти вещи. И пришлось поменять фамилию с тем, чтобы развязать себе руки. И там есть моменты, которые я... Которые очень хотелось, чтобы в жизни у него были, но я их придумал. Вот. И есть моменты сомнительных каких-то вещей из его биографии, но появляется мистика и появляется развязка вот этих рук для меня, как писателя, для того, чтобы рассказать о главных героях. Если говорить о Вашей поэзии, что стихи – это лирика, это... Что это вообще? С поэзией вообще очень сложно. Не так давно в Беларуси защитили кандидатскую диссертацию по авторской песне и поэтике в авторской песне как раз. И автор Анатолий Попейко меня там препарирует и рассматривает как поэта, у которого очень много цветов, красок, упоминаний о каких-то городах. Дело в том, что, оказывается, я употребляю черный и белый чаще всего, но белый, я не знаю, в каком проценте, они там все вот это... Для меня непонятно, они все это высчитывают каким-то образом, но белого, слава богу, больше. И это меня радует. И для меня важна картинка тоже, наверное, все-таки первый посыл – это картинка, но все равно переживания, проживания, они необходимы. Иначе поэзии не существует без этого. А как долго Вы пишете стихотворение? То есть это какой-то длительный процесс или это все очень быстро, пришло вдохновение? Вообще, как к Вам приходит вдохновение, как это происходит? Ну, если вдохновение ждать, то оно не придет никогда. Нужно просто с ним дружить. И работать нужно постоянно, просто-напросто. Как вот мой сын, придя к Борису Львовичу Васильеву, приехали мы, после прочтения он прочел, в списках не значился, и говорит, Борис Львович, а как Вы это написали? Он, ты понимаешь, дело в том, что если я чувствую, если моему герою больно, то и мне больно. Если герой смеется, то и я смеюсь. То есть если героя убивают, то и меня убивают вместе. Иначе нет смысла рассказывать, иначе будет ложь. Вот. Поэтому, да, и вопрос еще один он задал, как часто Вы пишете? На что Борис Львович ответил, мы же графоманы, мы не можем не писать. Но, по большому счету, отличаемся от графоманов еще тем, что за спиной такое большое кладбище произведений, написанных и не написанных одновременно. Потому что, когда ты пишешь что-то, ты выбрасываешь очень много, очень много. И, скажем, ну даже какой-то маленький рассказ, там странички 3-4, которые занимают в книге, порой пишется, наверное, вариантов 10-15 перерабатывается все равно. Роман о Васильеве чисто писался полтора года. 400 страничек полтора года. Но подготовка к нему внутренняя, а потом архивные какие-то моменты, это еще, наверное, год как минимум. Вот. То же самое со стихами, то же самое с песнями. Иногда стихотворение напишется раз, а потом смотришь, вот тут надо уточнить, и начинается кухня. Когда к Юрию Висборгу пришел кто-то из литераторов, по-моему, и увидели рукопись Висборга, я думал, песню так вот раз, написал и все. А там гора почеркушек, гора вычерков, вымарок, в общем-то, жуть. Он думал, что просто, оказывается. А Ваши стихи, они существуют отдельно от музыки, или это происходит все вместе, это сразу же каждое стихотворение, это песня, или это не так? Нет, нет. Есть моменты, когда кажется стихотворение, вот оно сложилось и поется. Начинаешь его петь, а получается, что тебе не нравится мелодия. И все. И пытаешь ее улучшить, пытаешься, но не всегда это получается. Как правило, не получается. И очень много тоже таких вот мертвых песенок для меня, которые вроде как песня писалась, а получилось все-таки стихотворение. Но зато потом вдруг обнаруживаешь, что то или иное стихотворение поется другими людьми совершенно. И на мои стихи где-то около сотни, если не больше, песен написано другими людьми совершенно. Но бывают, вообще бывают совпадения странно невероятные, потому что ты выбрасываешь музыкальную часть стихотворения, а человек пишет свою музыку, а оказывается один в один то, что ты выбросил. Вы так интригуетесь, что-нибудь уже спойте. Ну, поскольку мы о художниках говорили и о моей профессии, да, наверное, стоит показать песенку, которая появилась самая первая о художниках. Я ехал на Витебский листопад на фестиваль в 90-е, по-моему, первом году это было. И в тот год открывали музей Шагала и галерею Шагала. И мне, вот что-то мне почудилось, что мы должны вот-вот с ним где-то на какой-то из улочек встретиться. Ну, хотя бы с тенью его. И получилась вот встреча с мастером. Здравствуйте, дяденька, здравствуйте. Вот, наконец, мы встретились на мостовой вашей памяти, в городе вашей светлости. Празднуют нынче праздник ведь мастера возвращение. Все, как обычно, в начале смерть и лишь потом прощение. Празднуют нынче праздник ведь мастера возвращение. Все, как обычно, в начале смерть и лишь потом прощение. Бьется в висках кошмарный сон, рельсами боль подчеркнута. Снова пролетка, вокзал, перрон, скорый на полчетвертого. Дышит Париж туманами, горбится мост над сеною. Площадь урчит фонтанами, красок движенья нервные. Память далекий, холодный снег, ветер, аптека в Витебске. Но за окошком по хлябе бег, да на французском вывеске. Мастера до хрипоты зову, гулка, часы ударили. Лег на палитру последний звук, тень каланчи растаяла. Мастера до хрипоты зову, гулка, часы ударили. Лег на палитру последний звук, тень каланчи растаяла. спасибо вот все-таки вот этот момент как песня становится песней вот как это происходит сначала музыка вы как-то подбирать как это вообще что это такой странный процесс и вот я не понимаю мы пытаемся разгадать вечную загадку которую мне кажется никто никогда не расскажет потому что у одних происходит сначала стихотворение у других сначала происходит музыка у третьих происходит музыка с текстом вместе это это такая знаете загадка в кухне в этой главное наверное оттолкновение внутри от чего отталкиваешься и если получается то слабо что обычно для вас такое ну есть ведь наверное какие-то секреты какая-то не за медитация может быть что предшествует тому чтобы вы погрузились в это состояние творчества каким образом я могу только говорить о живописи или графики потому что это у меня вот уже отслежено по жизни я не могу начать рисовать не могу подойти к холсту если я перед этим спокойно не сварю кофе не выпью эту чашку я не могу работать есть какое-то произведение музыкальная ваша которая как-то соприкасается перекликается с какой-то художественной работой хороший вопрос да наверное нет когда-то мы с бойцовичем вахнюком сидели и пытались выяснить этот момент и даже тогда по я понял что не происходит пересечений то есть это банально для меня сегодня до говорить эту фразу но то что я могу сказать стихами или песни я не говорю картины то что я говорю картины я не никогда не скажу в рассказом или повестью или чем-то еще вот то есть вот этих нет пересечения абсолютно хорошо ваше самое любимое произведение музыкальное ваше именно ваше которые вы сами написали мое произведение любимым это это вы знаете наверное как как ребенка спрашивать когда у тебя там двое трое пятеро моего друга пятеро детей 11 внуков кого ты больше любишь все равно кого-то любят больше я сомневаюсь что здесь можно кого-то больше любить кого-то меньше поэтому я бы наверное сказал что самое любимое она не написано еще который там где-то бродит вот и когда она выпрыгнет и уже уйдет от тебя в мир вот тогда она займет место тех любимых которые уже живут вот а из тех кто живет ну так скажем который которым вы больше расположены которые вы чаще всего можете исполнить где-то в компании близких друзей что это произведение а вы знаете у всех разные вот я могу просто показать песенку которая связана с посещением ленинграда когда сын там стал жить и мы с ним катались по рекам и мостам рекам и каналам на кораблике это было лето и я был в ужасе потому что такого количества лодок яхт прогулочных катеров корабликов но я не я не стане бортами трутся друг с другом сталкиваются я думаю я попал такое ощущение что не путешествую по рекам и каналам а попал на тверскую в час пик когда люди идут там как сельди трутся друг от друга но самое удивительное было когда мы уходили и у меня начали уже проявляться первые строчки стихотворение которое запелось вот и вот наверное вот это я сейчас и покажу свет сквозь ресницы призрачной птицей в память стучится лица теней по велике геране в солнечной песне как в солнечной раме пляшут на грани утро и ночи сна и пророчеств между диночеств тонкие нити реки каналы серый твой питер ты мне тихонько нежно сказала летим за облака мой друг внизу бродят века разлук иглы иглы адмиралтейской блеск прошьет невский небесный плеск иглы адмиралтейской блеск прошьет невский небесный нынешний ветер с балтики светел весел межвесел лодки скользят по свинцовой дорожке только бурунов белые ножки прыгают кошкой руки твои у меня на запястье сердце в гортане колотится часто это наверное пульсирует счастье счастье летим за облаками друг внизу бродят века разлук иглы адмиралтейской блеск прошьет невский небесный плеск иглы адмиралтейской блеск прошьет невский небесный плеск спасибо а веселая есть у вас музыка песня веселая есть вот в этом отношении тоже забавно мне кажется что тимуров шау их не бывает много поэтому мы их все знаем да или алене сергеевых людей у которых сочетается юмористическая и лирическая например мне кажется очень мало у меня практически нет таких песенок более скажем более живые какие то есть да а такие чтобы похохмить это в узком кругу друзей это можно то есть а такие так скажем основанные есть такая песня вы можете спеть основанные на чем основанные на каких-то может быть ну народных таких мотивах есть такие песни там может быть каких-то там есть 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 но я их просто вот не помню мне понимаете у меня песенка уходит а потом через какое-то время мне напоминают то ли из зала то ли где-то на фестивале о существовании этой песни и я начинаю искать и заново выучивать и это уже становится совершенно другая песня но с народными какими-то орнаментами есть конечно единственное что я давно их не играл и сомневаюсь я что вспомню так сходу вот а вот в таком ключе чтобы поживей вот пожалуйста песенка написанная в раз практически я работал в ПТУ после того как в институте мне стало скучно я ушел к таким нескучным подросткам и один пришел и говорит а вот как на машинке тогда не было еще компьютеров больших количествах как на машинке печатают на пишущей я ему показал вот так вставляется листочек по клавишам бам-бам и у тебя получается на листочке те буковки которые ты пробил и он берет и набивает первую строчку шла по городу девчонка в этот момент мимо окна проходит девчонка вот сочетание да несочетаемых как казалось бы вещей потому что он же не знал что она пойдет да она проходя даже не догадывалась что там кто-то сидит в этом кабинете что-то происходит а вот хочешь покажу как песни пишут и тут же сел написал слова тут же сыграл прошло полгода наверное на одном из фестивалей под утро уже часов в пять подходит этот парень и говорит а вот можно нашу песенку то я говорю какую нашу песенку ну вот шла по городу девчонка мы тогда сделали я ты знаешь я ее не помню тем более что я и текста не помню и пришлось не подводить мальчика восстановить строчка его осталось дальше восстановлена картинка но уже немножко в другом ключе сегодня она живет вот так шла по городу девчонка и глазки неба отражали в лужах провода дрожали и смеялись звонко звонко все прохожие в экстазе и авто что брызнув грязью пролетает быстро мимо и меняются картины за стеклом машинным полоскался в лужах город капли падали со свистом распахнула площадь ворот заходите к нам туристы им нет дела до девчонки и до неба что в глазищах заряжают фото пленки и места для съемки ищут толстички заграничных шла по городу девчонка каблучки стучали звонко шла нет все таки летела и смеясь тихонько пела что а нам какое дело что а нам какое дело что а а насколько сложно человеку вот такому творческому которого вся жизнь просто завязана на каком-то вот реально это все это творческие вся жизнь это творчество да насколько сложно в современном мире жить когда все более практичное здесь ценится когда обо всем да только деньги решают ау насколько сложно быть художнику и поэту в современном мире а ну я не знаю как кому я просто живу я об этом даже не думаю потому что если начинаешь думать начинают возникать какие-то внутренние проблемы дилеммы которые начинают мешать тебе просто напросто нужно делать здесь и сейчас то что тебе велено делать режиссером и сценаристом который там наверху сидит и нами руководит я думаю так и вот когда васильевых не стало мне господь дарит встречи такие потрясающие я попал я попал в мастерскую к борису асавчу миссереру и было ахмадулина уже не было тогда но он писал книгу про мелькбелы вот мы познакомились я ему свои диски подарил альбом живописи книжечки и в следующий мой приход он удивленно так спросил саша как вы это все успеваете я говорю что ну вот и то делаете и то и то я понял что если я начинаю думать о том чтобы успеть то я ничего не сделаю нужно просто делать замечательно мне режиссер говорит что наша программа концу подходит хотелось бы в конце программы еще какую-нибудь песню вашу услышать замечательную чтобы вы хотели сыграть исполнить а давайте вот закончим и песенкой тоже с художниками раз с художников начали художником закончим есть такой чудный заслуженный художник России Александр Майоров в Туле и сидя с ним ну мы дружим довольно давно сидя с ним как-то в мастерской в его вдруг проинтуичили ситуацию вот мы с вами встретились где-то на кухне вы ведущая с нами сидит какой-нибудь сантехник доктор ну люди разных профессий инженер и художник естественно ну и я вдруг хочу спросить слушай старику сантехника у меня там с краном проблемы подскажи чего там сделать тот начинает да к доктору естественно да другие вопросы доктора у меня это у меня то художнику всегда почти одинаковый момент слушай вот возьми бумажку нарисуй меня вот ты же умеешь ты же художник вот одной линии меня вот как пикассо когда-то голубя нарисовал вот возьми раз но только чтоб я был не как голубь а чтоб был красивый обязательно да обязательно чтоб да и вот эти вещи мы проинтуичили с ним посидели и я вдруг понял что это начало собственно говоря песни она так и называется просьба нарисуй художник осень где один из королей золотые листья носит в старой сумке из ветвей он детишкам дарит детство шарик старикам морщин узоры дарит и свое большое сердце мне он детишкам дарит детство шарик старикам морщин узоры дарит и свое большое сердце мне Нарисуй художник лето, полупьяный контрабас В море солнечного света плачет жаз Старый фаэтончик на приколе В городе Суздаль сейчас проходит каждый год фестиваль гусли мира И на этот фестиваль, я думал гусляры одни собираются Приезжаю, там сплошь барды, но уже многие с гуслями И многие начали играть Но вместе с тем приезжают мастера, которые делают гусли Которые делают колесные лиры И это такой, какой-то огромный музыкальный праздник И даже вот пандемия, она никак не влияет на это Город бурлит в августе И некоторое время, не побывав там, я приехал И был поражен просто тому, что жизнь происходит в городе Который находится довольно далеко от железной дороги Куда только автобусом каким-нибудь Или автомобильным транспортом можно добраться И появилась песенка, которая называется Старый город В старом городе живет мир Речки, каменки, вода, стынь Надо счастье, зачерпни литр Только сердце ты в ответ вынь Да положь, ведь здесь везде Бог Он согреет, он зажжет снег Чтоб увидеть Бога ты мог Даже если на душе грех Даже если заплутал вдруг И не выбраться вокруг тьма Ты мой друг, не опускай рук За зимой всегда идет март Ты мой друг, не опускай рук За зимой всегда идет март Перышко летит вниз Зернышко растет вверх Катит колесом жизнь Душу унесет стерх Время заберет боль Ветер разметет пыль Море соберет соль Завтра ты и я Быль Море соберет соль Завтра ты и я Быль Стайки белых облаков пьют Колокольный звон Ведь он чист Стены белят по весне Люд На деревьях зеленей лист В старом городе звенит свет Партитура облаков Бах Вот бы птицею рвануть вверх Да к земле приговорил страх Вот бы птицею рвануть вверх Да к земле приговорил страх Перышко летит вниз Зернышко растет вверх Катит колесом жизнь Душу унесет стерх Время заберет боль Ветер разметет пыль Море соберет соль Завтра ты и я Быль Море соберет соль Завтра ты и я Быль Спасибо большое, Александр, спасибо, что вы нашли время Пришли к нам Спасибо вам Да, наша программа заканчивается Я напоминаю, что у нас в программе Сегодня был российский художник, писатель, поэт и журналист Автор и исполнитель песен Александр Макаренков До свидания, до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»